Раньше мне приходилось вставать по 4-5 раз за ночь, чтобы сходить в туалет. Естественно, это нарушало мой сон. Из-за этого я все время чувствовала себя уставшей. Раньше мы принимали участие в соревнованиях по прыжкам со скакалкой. Я должна была отказаться от прыжков со скакалкой. Я не могла делать дуэнные прыжки, а одинарных было недостаточно. Тогда все и началось. У после пятидесяти или после рождения детей, ваше тело начинает терять тонус и дает о себе знать. Я начала постоянно ходить в туалет из-за возникновшей проблемы, связанной с надержанием. В таких случаях обычно рекомендуется делать упражнения Кегеля, на которые у большинства людей нет ни времени, ни сил. И, честно говоря, просто некомфортно сидеть и пытаться делать это упражнение. Электромагнитные волны, которые распространяются вокруг мышц, заставляют их становиться более крепкими, с внутренней стороны ко внешней. Обычно, когда приходишь в кабинет гинеколога, вас просят раздеться. Но в этот раз я просто сидела в своей одежде и читала книгу. И это была самая легкая процедура, которую я когда-либо делала. Мне действительно это понравилось. В первый раз, когда я пришла на нее, я почувствовала себя немного странно, но очень быстро привыкла. В 25 или 30 минут я просто сидела на кресле, читая журнал. Вероятно, это было самое долгое время за день, когда я просто могла сидеть, расслабившись. Это освобождение. Настоящее освобождение, которое дает возможность снова делать то, что вы хотите. Лучше контролировать себя и, делая сокращения, гораздо лучше себя ощущать. Когда я встречаюсь с кем-то, у кого есть такая же проблема, как была у меня, или даже более серьезная, я обычно говорю, что у меня есть хороший врач на примете. И все, что нужно делать, это просто посидеть на кресле около шести раз. Звучит немного странно, но вам даже не нужно раздеваться, и это действительно работает. Однозначно, я рекомендую эту процедуру. Просто потрясающе.